Вопрос. Во время посещения мечети пророка я видел, как некоторые люди протирают себя после того, как протирают стены комнаты пророка. Некоторые стоят, словно совершают молитву, сложив руки на груди и направившись в сторону могилы. Верны ли их действия? Ответ. Хвала Аллаху. Мы уже говорили об этикете посещения мечети пророка, салаллаху алейхи вассалям. В нашем ответе были перечислены некоторые ошибки, которые совершают посетители. Ошибка первая. Мольба к посланнику. Обращение к нему, просьба его о помощи и защите. Например, некоторые люди говорят «О посланник Аллаха, вылечи моего больного, о посланник Аллаха, помоги мне оплатить мои долги, о мой путь, о дверь ко всему тому, что мне необходимо». И иные слова многобожие, которые противоречат единобожию. Единобожие – это право Аллаха, возложенное на его рабов. Вторая ошибка. Стояние перед могилой в позе молящегося, положив правую руку на левую, на своей груди или под грудью. Это запрещено, так как подобная поза является позой смиренности и поклонения. И стоять подобным образом можно только перед Аллахом, Великим и Всемогущим. Третья ошибка. Поясные поклоны, земные поклоны или иные подобные действия перед могилой совершать запрещено. Все эти действия можно совершать только Аллаху. Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, «Нельзя одному человеку совершать земной поклон другому». Четвертая ошибка. Взывание к Аллаху у могилы или вера в то, что мольба у могилы будет принята. Все эти действия запрещены, потому что являются причинами многобожия. Если бы мольба у могил или у могилы пророка была бы лучше, правильнее и более любима Аллаху, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, побуждал бы нас к этому. Ведь он не оставил ни одного действия, которое бы приближало к раю, не указав на него, и не побудив свою общину совершать его. И из того, что он не указал на это, мы понимаем, что подобные действия не узаконены в шариате, что они запрещены и порицаемы. Передал Абу Я'ли и Аль-Хафиз Ад-Дуя в Аль-Мухтара, что как-то Али ибнуль-Хусейн, да будет доволен Аллах им и его отцом, увидел мужчину, который подошел к отверстию перед могилой пророка, саллаллаху алейхи ва салям, вошел в него и стал произносить мольбы. Али ибнуль-Хусейн запретил ему поступать подобным образом и сказал, «Не рассказать ли вам хадис, который я слышал от своего отца, тот от моего деда, а тот от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям? Не превращайте мою могилу в места регулярных посещений и не делайте из ваших домов могилы. Посылайте благословения мне, ведь воистину ваши приветствия будут достигать меня, где бы вы ни были». Пятая ошибка. Отправление приветствия посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, теми, кто не в состоянии доехать в Медину, с другими посетителями, которые, в свою очередь, на словах передают это приветствие. Это действие является нововведением, новоизобретенным. О, те, кто посылает свои приветствия подобным образом, и о, те, кто доставляет их, оставьте это. Достаточно вам слов, посылайте благословения мне, ведь воистину ваши приветствия будут достигать меня, где бы вы ни были. Из слов посланника, саллаллаху алейхи ва салям, «Поистине у Аллаха на земле есть ангелы, которые путешествуют по ней и доставляют мне приветствие от моей общины». Шестая ошибка. Повторное и многочисленное посещение могилы пророка, словно это посещение обязательно после каждой молитвы или каждый день после определенной молитвы. Эти действия противоречат словам пророка, саллаллаху алейхи ва салям, «Не превращайте мою могилу в места регулярных посещений». Ибн Хаджар Аль-Хайтами, да помилует его Аллах, сказал, «То есть не превращайте мою могилу в места привычного многократного посещения». И поэтому он сказал, «Посылайте благословения мне, ведь воистину ваши приветствия будут достигать меня, где бы вы ни были». И этого достаточно. Ибн Рущд, да помилует его Аллах, сказал, «Малику, да помилует его Аллах, задали вопрос о страннике, который каждый день приходит на могилу пророка». И он ответил, «Его действия не соответствуют сунне». И упомянул слова пророка, «О Аллах, не превращай мою могилу в идола, которому поклоняются». Нежелательно многократно приходить на могилу пророка, произносить приветствие и ежедневно ее посещать, чтобы не превратить могилу в мечеть, в которой бы стали приходить каждый день для совершения молитв и произнесения благословений. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, запретил эти действия, сказав, «О Аллах, не превращай мою могилу в идола». Аль-Калды и Айаду задали вопрос о людях, жителях Медины, которые раз в день или более этого, стоят в течение часа возле могилы, произнося приветствия и мольбы. И он ответил, «До меня не дошло это от кого-то из знатоков фикха. Последнее поколение этой общины исправит только то, что исправило первое. И у меня нет известия от первого поколения этой общины о том, чтобы они совершали подобные действия». Седьмая ошибка. Поворот в сторону могилы пророка из всех мест в мечети. Поворот к ней каждый раз, когда человек входит в мечеть пророка, или каждый раз, когда он заканчивает молитву. Расположение рук вдоль туловища, наклон головы и шеи во время произнесения приветствия – все это распространенные нововведения и известные ошибки. Бойтесь Аллаха, о рабы Аллаха. И остерегайтесь нововведений и того, что противоречит шариату. «Опасайтесь следования желаниям и слепого токлида, и держитесь в своих делах ясности и прямого пути». Всевышний Аллах сказал, «Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний, и которые потакали своим желанием?» Просим Аллаха вести нас прямым путем и сделать теми, кто следует за последними из посланников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова